Привет, дорогой друг, с тобой Павел Пиаваров, Максим Иванов, Максим главный редактор Конобу.ру, я не главный редактор Конобу.ру И сейчас мы расскажем вам о том, что нам понравилось или не понравилось на конференции Electronic Arts на E3 2017 Которая на самом деле и плей, но об этом забудем Поехали! Давай начнем с самого трепещущего. Понравилась ли тебе эта конференция EA Play в целом? Слушай, я не увидел здесь для себя ничего интересного, кроме NFS, в котором я не увидел ничего интересного Ну, стандартная конференция Electronic Arts. Им вообще легко, они всегда первые, то есть у тебя нету вот какой-то конференции, которая была перед ними, с которой ты это сразу сравнивал бы Ну, погоди, обычно на конференциях Electronic Arts происходит, ну вот последние два года точно показывают очень мало игр Но в этом году у них было достаточно мяса, на мой взгляд, нам показывали около 15 или 20 минут живого геймплея Battlefront 2 И в итоге оказалось даже не то же самое, что вот слились днем до этой конференции Это они показывают всегда, и это не то, чтобы сильно интересно Они показали новый геймплей NFS, два раза одну и ту же миссию Трейлер, который повторяет то же самое, что мы уже видели Они показали 15 секунд анонса игры от BioWare, который мы не увидим в ближайшие лет 8, зная Electronic Arts И игру Way Out Это было прикольно Вот, ну как бы, ну то есть вот что мы можем реально вот обсудить из игр после этой конференции Слушай, ну я с тобой тут не согласен, потому что, во-первых, Electronic Arts второй год подряд проводит свою конференцию отдельно от E3, которая называется EA Play И видно, что, ну понятно, но EA для EA это новый формат, во-первых, в этом колизее они дают шанс игрокам поиграть в их новые игры Пощупать собственными руками Battlefront 2, например, что достаточно круто Это круто, да Причем заранее до старта E3, если ты не успеваешь покупать билеты на E3, ты идешь вот и регаешься на EA Play, играешь и в вуз не дуешь Все круто, по-моему И в целом я вижу в EA Play все, что делает Electronic Arts и своей конференции вот уже второй год подряд Стать человечнее, потому что вспомни Electronic Arts пару лет назад Это всегда люди в костюмах, которые вещают пиар-булшит со сцены и, честно говоря, убаюкивают тебя тем, что вот, ну, все как по бумажке В этом году они показали и хипстеров, и живых разработчиков, и живую аудиторию, которая играет в их игры, которую они отдельно выцепляли, звали к микрофону и предлагали им рассказать о своих впечатлениях от видеоигр У них были отдельные ведущие, и в целом, мне кажется, Electronic Arts сделала большой, просто вот, огромный шаг вперед относительно своих предыдущих конференций Я прям очень доволен И вот последние три года у меня одна, вот, у меня дежавю, потому что каждые Gamescom, E3, последние годы я ждал от Electronic Arts одного и того же игр по Звездным Войнам И в прошлом году они нам показали вот это вот, е-а-анонсируем кучу игр, и них она вам потом не покажем через год Да, нам показывали три секунды, просто вот вдумайтесь, три секунды игры от E-Mechanics на риске Uncharted'ов, которая должна была изначально Разработчиков, вот, ну, хорошо, в этот раз хотя бы было меньше роликов, где люди из Я рассказывают о том, как они любят делать игры И это уже хорошо Больше чехле, больше мяса, поэтому я не могу сказать, то ли у меня просто были заниженные ожидания относительно вот прошлых лет, потому что там было как-то совсем, ну, не очень Не было, нечего им было показывать А в этом году я увидел игры, я увидел желание быть ближе к своей аудитории, я увидел, ну, живых людей, которые разрабатывают игры, потому что я знаю, что Electronic Arts, ну, в ней работают люди, которые Это не бездушная корпорация, которая принято считать ей, нет, совсем нет Они отказались от Season Pass для Battlefront Кстати, да Да, окей, это, это круто О, поаплодируем Это прям не ожидал И в этом году у меня двоякие ощущения С одной стороны, я получил достаточно неплохую конференцию от Electronic Arts, которая наголову выше того, что они представляли нам на прошлых конференциях А с другой стороны, я так и не увидел Звездных Войн Это странно, то есть, да, мне показали Battlefront 2 И мой внутренний гиг, с одной стороны, вроде как успокоился, потому что Звездные Войны мне показали Ну, игра от Amy Hennig Три секунды, три секунды геймплея, который вы нам представили год назад Где, где, я не знаю, что делать Ждешь следующую Е3 С одной стороны, вроде, вот каждый, ты превращаешься в ждуна с этого мема То есть, каждый год тебе обещают, что лицензия Star Wars была куплена на 10 лет И что мы получаем? Уже три года прошло, и у нас столько Battlefront Где игра от Amy Hennig? Это как в Саус Парке, когда, помнишь, господи, создатель Игры Престолов такой Да-да-да, драконы скоро будут, пицца скоро будет, подождите Все скоро будет, вот То есть, я не могу Вся электроника Я вот, честно, уже немного разочарован тем, что электроникарцы продолжают делать со Звездными Войнами Хотя они большие, большие молодцы во всем, что связано с Battlefront 2 Но об этом мы расскажем в отдельном ролике Вы узнаете, что я и Паша думаем про Battlefront 2 Спойлер, я в восторге, а Паше, кажется... Я не люблю Battlefield, а это Battlefield Вот, и, ну, а было же еще много спорта, согласись, мы увидели, наконец-то, FIFA 18 FIFA 18, ну, там, без сюрпризов, электроникарцы продолжает делать сюжетные режимы Почему бы, почему бы, блин, эти игры не привести, знаешь, вот, на подписку, чтобы она просто каждый год обновлялась? Зачем ее покупать еще раз? Ну, потому что это все-таки разные игры И, ну, и к тому же они будут делать меньше денег Игровая индустрия, она сама себя облагораживает Посмотри, мы попали в точку, где вот уже сезон-пассы, ну, сами себя и жили И крупные издатели отказываются от, вообще, вот этой темы с сезон-пассами Рано или поздно и FIFA, и Need for Speed, скорее всего, перейдут на ту же систему Как Destiny можно было бы сделать? Или как Killing Floor с этими сезонами, да, там, типа, вот Просто есть FIFA Вот у тебя есть FIFA, и сезон 18, и сезон 19 Ну, это разные вещи, потому что Killing Floor это все-таки игра, которая изначально была вот придумана вот так Ну, для FIFA, я думаю, то ли нерентабельно, то ли есть определенные сложности с переводом ее вот на это Можно было бы выпускать новый мячик чаще, чем раз в год Так-то можно было бы думать и о том, что, знаешь, Call of Duty тоже каждый год, и что, может быть, ее обновлять? Ну, вот, чисто сюжет Там новые миссии, новые уровни, новое оружие все-таки Ну, а тут тебе новый сюжет, новые команды, обновленная физика, обновленный сюжет Новая команда, это просто новые названия, ну, типа, а физику можно фиксить патчами Нет, они разные лиги вводят, то есть те же женские команды Это тоже можно было, ну, вообще Сюжет, ну, не знаю Перейдите уже на патчи, серьезно, посмотрите на Destiny Интересно, что в этом году заявили сюжетные режимы для Madden, то есть, видимо, это такая стратегия по развитию... А в следующем году для NBA заявят, понимаешь? А потом еще тебе сгод И для Миньонов Это старая шутка с Е3 2015, ребят, если вы не в теме, то не в теме Кто смотрел подкаст, мы занесли сейчас, просто схватился за сердце, знаемые реакции на тему Миньонов Так что, в целом, я думаю... Ждешь игры по Звездным Войнам, получаешь Миньонов, мобильных А прикинь, я кажется, что это одна вселенная Так что, в общем, я думаю, что дальше мы будем в виде конференции лучше и интереснее Примерно вот начиная с... Кажется, у меня инсульт Примерно начиная с BSS, да, на мой взгляд, потому что завтра нам предстоит слушать Два часа про шесть терафлопс А то сколько это? Это один терафлопс плюс один терафлопс И плюс еще один, так что... Три Восемь ядер, семь гигов, не осенний лиграфон В ноль-ноль В ночь, в воскресенье, на понедельник мы с вами встречаемся Смотрим Microsoft, так что оставайтесь с Konobu Зажигаем вместе с нами Ну и в ближайшее время на этом канале выйдет дофига видео, посвященных E3 играм Видеоиграм, Паша, которые ты любишь Я люблю видеоигры, да Несмотря на усталость и ночь и необходимость все это монтировать Да, так что подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали И подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, Konobu Также заходите на E3 На остальные пять пабликов в Konobu, кстати На E3.Konobu.ru Наше место силы, где мы публикуем все связанное с E3 Очень оперативно, новости, анонсы, итоги Даже если вам нужно быстро прошариться У нас есть материал в одном абзаце Поэтому можете кидать его друзьям, если вам интересно Самое главное, если вы хотите побрить этого человека И получить шанс на выигрыш PlayStation 4 Pro Проходите по ссылке в описании Вы сможете побрить, вот, сбрить ему усы, бороду И, возможно, даже эти замечательные волосы Возможно, возможно Еще на страничке E3.Konobu.ru есть Bingo, где вы сможете выиграть еще две PlayStation 4 Pro Если у вас этого не получится в конкурсе с Rocket Bank Так что, почему бы туда и не зайти А с вами мы увидимся уже в 00.00 В ночь в воскресенье на понедельник Я буду говорить так проще, потому что понедельник 00.00 странно И до встречи на том же самом сайте Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok